80 лет прошло со дня гибели советского летчика Сергея Белоусова. 2 августа жители центрального сельского поселения пришли к памятнику, чтобы склонить головы и почтить память участника Великой Отечественной войны. У каждой войны есть свои герои, многие из которых не пожалели своих жизней ради нашей страны. Имя нашего героя Сергей Белоусов. 80 лет назад, 30 июля 1942 года, наш разведательный самолет, подбитый фашистами, загорелся. Его экипаж, капитан Борис Тучков и младший лейтенант Сергей Белоусов пытался сбить пламя, но не смог. И тогда оставалось последнее. Чтобы не поджечь поселок и не врезаться в поле, по которому уходили от фронта женщины, старики, дети, герой, направил горящий самолет на лесополосу. Память о Белоусове живет в сердцах жителей поселка. Одна из улиц названа его именем. К участникам митинга обратился глава центрального сельского поселения. Евгений Курленко отметил мужество и героизм Сергея Белоусова. 80 лет прошло, как молодой парень Сергей Белоусов отдал свою жизнь ради спасения жителей поселка Садовый и близлежащего поля. Не каждый бы, наверное, смог так поступить, а он был истинный герой. Россия у нас богата героями, которые отдали свои жизни, защищая свое отечество. Мы должны их всегда помнить, помнить то, что они для нас сделали, чтобы такого больше никогда не повторилось. Председатель Совета ветеранов Белоглинского района Наталья Бунина поблагодарила администрацию центрального сельского поселения, руководителей сельхозпредприятий и жителей за то, что ухаживают за памятным местом, наводят порядок, приносят венки и цветы. Мы должны помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны, которые сражались за родину и мирную жизнь, отметил атаман районного казачьего общества Алексей Яшкин. Я благодарю всех от имени главы муниципального образования, Совета муниципального образования Белоглинский район, от всех казаков районного казачьего общества, за то, что вы пришли сюда почтить память героя. Память о Сереже навсегда останется в наших сердцах. И пока мы помним, наши дети помнят, наши внуки помнят, никто не забыт и ничто не будет забыто. Слава герою! К молодому поколению обратилась председатель Совета ветеранов центрального сельского поселения Нина Васюкова. У нас великая страна, великая держава. И только изучая и зная историю нашей страны, мы можем передавать своим детям, потомкам, внукам о Великой Отечественной войне, о фашизме. Сколько безымянных ребят покоятся по всему миру. А я считаю, что Сергею Белоусову просто повезло. Мы каждый год приходим к этой могиле, 9 мая, в день гибели, и чтим его память. Вечная слава герою! О преемственности поколений, гордости за нашу великую страну говорила ведущий специалист молодежного центра Мария Залитко. Жительница поселка центрального Галина Аносова поддерживает связь с родственниками летчика. На митинге она прочитала стихотворение, которое посвятило памяти Сергея Белоусова. Был он небом околдован словно, русский парень с доброю душой и с большой сыновнею любовью к родине своей, к земле родной. А земля тряслась в круговороте от нежданной страшной той войны. Разве знал Сережа в том полете, что совсем недолго до беды? Самолет окутан черным дымом, непослушный ринулся к земле, а на ней колосья золотые и село совсем невдалеке. Нет, сказал Сережа самолету, мы с тобой погибнем, но не здесь. Повезло военному пилоту дотянуть туда, в зеленый лес. Этих ужасов и дней жестоких тоже не забудет никогда народ. Его подвиг, память о Сереже, в сердце каждого из нас живет. Минутой молчания участники митинга почтили память Сергея Белоусова, возложили цветы к памятнику. Спасибо. 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 Спасибо.